Приветствую тебя, мой дорогой друг, мы с тобой продолжаем проходить Данжион Хроники. Как по мне, игрушка весьма неплохая. Не знаю, кому-то зашла, кому-то нет, я, конечно же, продолжаю её снимать. Сука, конченная реклама, бодилаки, ненавижу. Так вот, я продолжаю её снимать, мне она нравится. Знаешь, такая чисто подзависнуть, подзадротить. Я вообще любитель данжек. Не знаю, но как-то, знаешь, с детства пошло. Смотри, какой краб-то вонючий, на нахер. Как-то с детства оно пошло, что я привык к этому всему. Прикольная тематика, одна из первых, которая появилась вообще доступной. Поэтому прижилось. Не знаю, как тебе, ты мне что-то в комментариях мало пишешь, поэтому не могу делать каких-либо крутых выводов, пока ты мне не напишешь. Поэтому обязательно пиши, нравится тебе или нет. Если же не нравится, то обязательно напиши об этом. Я твоё мнение не учту, ты это прекрасно знаешь. Но, тем не менее, мне будет приятно, что ты оставишь какой-никакой, но, комментарий. Мы продолжаем проходить. Как вы помните, мы уже получили шестой боевой уровень, что весьма неплохо. Я до сих пор не знаю, почему со мной ходит лошадь, какой от неё толк. Пока что мы этого не узнали. Возможно, когда откроются какие-то навыки, она сможет что-либо делать. Пока что она просто какая-то бесполезная. Так, у нас появляются колдуны. Это первые, а, дальнострельные воины. Смотри, сколько тут всякой херни. Так, на меня там летит шаровая молния, которая взорвалась и меня не тронула. Или всё ещё летает, я так и не понял. Так, мне чем-то эта игра напоминает всё-таки, знаешь, ответвлённую, отдалённую версию какой-то линейки, что ли. Оно, в принципе, смотрится очень круто. Она нетребовательная, она хорошо оптимизирована. Несмотря на то, что всё-таки находится ещё в бета-тестировании и в разработке по фулу. Так, я что-то заблудился, куда мне тут дальше? Там где-то должны были быть какие-то двери, он мне показывает. Так, и там даже можно было что-то ещё подобрать, а я пропустил. Так, хорошо. Убиваем краба. Да, блядь, дай мне бочки развить-то нормально. И я не знаю, начал ты играть или нет, напиши об этом. Напиши обо всём. Расскажи, как у тебя вообще дела, что у тебя происходит новенького. Так, я выбил что-то крутое. Дестройер какой-то, это... Не знаю, мне кажется, это что-то эпичное, потому что то, как оно отобразилось. Блядь, это боссик уже. Да, ну нахер, а холь ты так быстро прошёл-то? Нахер, 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 нахер. Так, мне очень интересно, что это я получил за Дестройер такое? Потому что выглядел он очень круто. Давайте пасхалочку вот это всё зачистим. У нас тут даже, смотри, ультра-сильные мобы пошли. Так, шаровуха меня дручить сейчас будет. Конечно, это я знаю, это, конечно, это мы любим. Это у нас получается. Я не умру уже, в принципе, убивать меня тут некому. А пока что я иду слишком хорошо по развитию, у меня хороший дропик. Ну, это понятно, игра находится в бета-тестировании. А, у меня фуловый инвентарь. Что ж ты мне не сказал, что у меня фуловый инвентарь, братик? Я тут сжиму, всё сжиму. Оно не работает и не работает. Так, это мы всё продаём. Это всё мусор, это эквип. Вот это можно, кстати, надеясь. Смотри, новая, новая, новая шмоточка. Так, хорошо. Перчим мусор, всё мусор. То, что мусор мы выбрасываем сразу, чтобы оно не захламляло. Ладно, конечно, стоит по две монеты. Большинство его даже не подбирайте, кто уже более-менее расшарились в игре. Мне писали, что, мол, какого хрена, зачем ты подбираешь этот мусор, если он неэффективен? Ребят, я играю в неё второй раз, я ещё не очень сильно расшарился. Я просто делюсь с вами своим опытом, то, чего я уже достиг в этой игре. Я пытаюсь развиваться на ваших глазах, развиваться вместе с вами. Так, а что это такое? Это мой посох? Нет, это не мой посох. Это моя новая палка. Ни хрена себе, прикинь, третьего уровня палка. 344 дамага, да, всё, всем в жопу. А сколько вы этого? 112. Блин, он так эпично выпал. Я думал, там что-то очень крутое будет. Оказывается, я какую-то рандомную пушку выбрал. Она намного круче получается, чем та. И, блин, почти всё, что я продаю, стоит всего 2 монеты. Вот вообще шатка какая-то странная, она мне не нравится. Так, сюда можно скинец влепить. Но я пока что не выбыл ни одного скина. Я хочу его выбить, потому что... Ну, не зря же там это место, правильно? А я хочу посмотреть, как это будет смотреться на моём герое. Хорошо, мы вроде как закончили. Это я могу ещё подобрать. Там пару мечей было и металлические перчатки. Здесь я всё ещё не могу ничего сделать. У меня не хватает монет. Я не знаю, когда я их смогу насобирать. Короче, у меня двуручная бита. Получается, это булава. И я не знаю, насколько она будет вообще эффективной. Давай посмотрим. На 100! Сколько? 1,38к кританул. 1,6к кританул. Луна нахер, смотри, крит на крите. Уууу, всё, жопа. Блин, а теперь мне интересно, как часто я буду на боссах так критить. И со каких плюх я смогу тогда убить его, если я хорошо реально кританул на 1,6к, на 1,8к. Ну, потому что для обычного моба это просто фаталити. Они сразу отлетают. Это понятно, тут нереально проверить. Хочу следующего босса. Сейчас мы по бурику идём. Давайте найдём. Естественно, три звезды. Это понятно, блин. Батя в здании, камон. То, как я играю, это уже ясно, что я чемпион и я лучший. Так, четвёртый этаж в данже. Погнали. Боник. Давай, открывайся, открывайся. Челлендж, а чё за челлендж? Так, челлендж. Девятый флур сразу, нихера себе. Я поднялся сразу на девятый этаж. Камон. Мне кажется, я это сделал... Не, не зря. Нормально. Тащу, ребятки, тащу. Охренеть. 1,32к. Видели критяку? Обалдеть. Надо сразу, мне кажется, вот эту всю херню разбивать. На. С одного удара все бочки. Вот тебе, пожалуйста. Я всех с одной плюхи выношу, ребят. Настолько эффективное дворучное оружие, что я выношу просто с одного удара целую толпу. Ребят, это невероятно крутая пушка. Обязательно надевайте, если находите дворучное оружие. У меня левел ап, потому что дворучное оружие, походу, это реально самый большой топ. Я в полосе просто всех сразу убиваю. А когда я с одной рука валил, то там и близко такого крита не было. А учитывая то, что я целую толпу, убью, так это вообще офигеть. Смотри, я только подойду сейчас к двоим. Я сразу двоих и плюхаю. На нахер. И чем больше, кстати, тем больше крита идет. 1,42к. Это рекордное количество крита на данный момент. А что это-то там такое? Просто заборчик. Я думал, там что-то прикольное лежит. Думал, может, сундук или что-то в этом духе. Блин, девятый этаж. У меня только восьмой уровень, а я уже на девятом этаже. Я просто перепрыгнул кучу комнат. Я не знаю, меня вернет дальше или нет. Возможно, если я пройду этот челлендж, меня не перебросит назад, а ставит вот именно здесь. Это очень интересно. И я надеюсь, вам тоже. Потому что для меня это стало шоком, что можно вот так вот сразу просто перепрыгнуть 5 этажей. Но это очень много. Так. Я вот просто думаю, я могу не успеть. И мне, наверное, надо сначала убить всех, а потом уже лутаться и пособирать все плешки. Потому что я не хочу умирать на ровном месте. Это будет очень тупо. Так, эта комната пустая. Давайте вот тут разобьем бочки. Я потрачу пару секунд, а зато мне не придется возвращаться уже. Значит, это очень дальняя комната. Она очень далекая. У меня тоже что-то было. Так, хорошо. Кристаллы. Вот за кристаллы мы можем улучшать себе навыки. Поэтому кристаллы тоже очень важны. Я, кстати, еще ни разу не улучшил ни одного скилла. Прикиньте. У меня он скоро 10 уровень. Откроется еще один скилл. А я старый ни разу не улучшил. Это что за нахер? Что-то пошло не так, да? Хераси тут сейчас в толпе как критану разок. Вот и боссик что ли? Это босс? Нет, это не босс. Это типа ультра сильный моб. Хорошо, ультра сильного мобика. Мы прошли. О, колдуны, смотри какие. Нехрена себе. А вот и босс, ребята. Пошла жара. Охренеть, меня файтят, я умираю. Я просто умираю. Да ладно. 20 монет, погнали. Обалдеть. Я опять умираю. Да ладно. Еще 20 монет. Ёв твою мать. Ребята, что так жестко? Хули она так сильно дамажит? О, беда. Там еще эти лучи блядские. Жесть. Если меня сейчас посох не спасет, то мне вафля. Беги, 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 беги. Что это такое? Блядь, просрал ульту. Это пипец. На нахер. Крит прошел. Крит затормозил. Давай, 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 давай. Давай. Дохни, сука. Дохни, да, тварь. Сдохни. Сдохни, сука. Сдохни, тварь. Смотри, я осколки собрал, по-моему. Я собрал какие-то жесткие осколки. О, боже, если бы не поздно. Я просрал 40 монет, конечно же, да. Но я за одну данжу 70 поднял. 700, точнее. Оно того стоит. О, это было потно. Это было крайне потливо. Не знаю, я на секунду подумал, что мне жопа. Серьезно. Я думал, все. Бородатенький должен сушить весла. Это был не босс. Да ладно. Ребята, это был не босс. Это пиздец. Вы прикиньте, это был не босс. Все. Я шокирован. Я его не убью. Блять. Я не смогу его убить. Я думал, то был босс. Вы понимаете? Я думал, то был босс. Я просто не могу его убить. У меня времени не хватает. Это жесть. Все. Тайминги, ребят. Вот вам и пожалуйста. Я, значит, убивал, 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 убивал. Оказалось, даже не того убивал. Это жесть. Пипец. Да ну нахер. Там просто очень сильный дамаг. Это пипец. Это пипец. Это нереально. Как его можно убить? Охренеть. Да. Не расстроился. Ну вы понимаете, да? Этих я убиваю из плюхи. Они меня даже не дамажат. Один демеджа, ребят. Охренеть. Не, это было очень хардово. Да выпендривался, как говорится, ребятки. Да выпендривался. Вот и делаем выводы. А я обрадовался. Я-то думал, я убил босса. Ну ахер там. Да. Смотри, я могу еще раз челлендж взять. Интересно. Надо еще поднять. Скилловку. Хотя, возможно, знаешь, может быть, если бы не медлил. Просто мне надо было реально больше времени на боссе. Было бы у меня больше тайминга. Было бы все хорошо. То есть, мне кажется, я там не поднял. Чисто из-за того, что у меня не хватило. Так, я 10-й левел понял. У меня еще новый скилл открылся. Вы, кстати, заметили, да? Каждый раз, меняя пушки, у меня меняются обилки, ребят. Это тоже можно использовать. Использовал здесь обилки. Переключился сюда. Переключился сюда. Везде поиспользовал. И вот ты уже заултил каждым. Понимаешь? То есть, грубо говоря, по 9 скиллов у тебя есть. Которые восстанавливаются по таймингу. Это просто бешеное количество. Я думаю, можно попробовать. Надо чекать, ребят. Надо пробовать, надо тестировать. Так, я опять критую. Че-то я разошелся там. Не знаю. Так, у меня инвентарь закончился. А, я босса заагрил. Все, понял. Иду убивать. Привет, привет. Видал, как разошелся, да? Ну вот и все. Минус босс. Просто минус босс, ребят. Что тут еще можно говорить, правильно? Вот я тебе сделал минус босс. Так, хорошо. Я хочу челлендж все-таки пройти сегодня. Или, быть может, мы челлендж оставим на отдельный ролик. Мы тут, в принципе, неплохо попотели. Мы познакомились с этим всем говном. Фу, обидно. Обидно, да. Я не спорю. Так, вот 355 двуручный. Не двуручный. Точнее, два легких меча. Так, а вот 357. Вот это, по-моему, опять двурук. Надо будет тестить, смотреть. Так, это все мусор. Мне бы по броне. Меня очень сильно пробивают. Это означает, что у меня довольно слабая броня. И мне нужно что-то с этим делать. Нужно что-то менять именно в этом направлении. Ну, а как мы видим, пока что, ну, вот что-то новенькое упало. Это повязка. Вы сами понимаете, что повязка, по сути, много добавить не может. Если добавлять что-то, то это просто мизер на... Блин. Восемь атаки и реген. И все, ребят. Но это просто мизерная херня. Это нельзя считать вот за что-то сверхъестественное по эквипу, понимаете. И получается, что это все я просто выбрасываю, продаю. И мне толкового ни хрена не падает. Это дизморалит. То есть, да, пушка у меня идет. Но у меня пушка и та была нормальная. Она дамажила хорошо. Так, что я тут могу подобрать. А вот именно то, что мне реально надо, мне не падает какого-то хрена. Давайте пойдем к нам. Еще я что-то не пособирал. И это видел прекрасно. Я хочу посмотреть. Так, вот еще что-то упало. О, перчаточка какая-то упала. Не знаю, насколько она хорошая, нехорошая. Так, вроде бы все подобрал там. Очень быстро кончается инвентарь. Если честно, поначалу вроде бы хватало хорошо. Сейчас что-то недостаточно. Хотя у меня не должно было что-либо меняться. Так, ну опять-таки мусор. Пушки я сразу вижу, что мусор. Так, это тоже мусор. Тоже мусор. Так, вот ружье у нас получается немного лучше тут по характеристикам. То есть по дамеджу получается то же самое практически. А по характеристикам все-таки обыгрываю. Ну, здесь вот это немного лучше. Перчи хреновые. Это я вообще, это амулет. Амулет какой-то ужасно хреновый. Так, двурук выглядит прикольно, но слабоватый. Так, что у нас здесь? 89? Нет, это хуже. Так, пистолет херовый. Где-то мы выбили такие эпичные перчаточки. Они так круто засветились. А в итоге я не вижу ничего путевого. Только хлам один. Вот так как-то обычно. У меня броня только второго уровня, чтобы вы понимали, ребят. Броня второго уровня. Конечно, меня пробивает. Кому с такой херней бегаю. На нахер, вот эти дробаши дал, да? Сразу всех. Но медленный базар, он очень медленный. Кстати, дальность тренинг. Это хорошо. Так, амулетик. Она откройся. Так, это что у нас? Мне кажется, я уже насобирал достаточно монет. Мне нужна вон та статуя, где она, кстати. Так, подбери ты, приду. Так, что это мы подобрали? Давайте посмотрим. Так, это заэкьюпина. Так, четвертые боты. Атака плюс 7. Ну, давай. Чё нет-то? Можно выбросить каска. 103-103. Пассивные скиллы. Давай возьмем плюс 2 к пассивным скиллам. Я пассивку всегда люблю. Я почему-то всегда отдаю приоритетность не активным навыкам, а пассивным. Мне с ними более комфортно что-то играть. И у меня оно с самого-самого детства моего. Поэтому всегда отдаю привилегию именно им. Хорошо. Так, всё. Сундук. Мусор опять какой-то упал. Давайте посмотрим. По идее я... Ну, я не пойму, что не так. Мне, может быть, надо не здесь покупать, а в магазине. Так. Что у нас? Где эти свитки можно найти вообще? Почему у меня так мало? Я вроде так много добыл уже. Крылья хочу крылья. Самый дешевый крылья стоит штуку. Ой, дорого пока что. Так. Хорошо. Зельки, 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 зельки. Это всё не то. Так. Это персонажи. Кстати, может быть, мы поменяем вид персонажа. И я не вижу того, что я бы хотел купить. Того, что мы ищем. Если честно. Так. Ну, ладно. Хорошо. И по скиллам здесь тоже всё. Это будем потом разбираться. Мы неплохо прокачались за этот видеоролик. Ребят, я не знаю, как вам. Но мне очень понравилось. Я хочу в следующем выпуске пройти челлендж. Мы должны его додрочить и всё-таки сделать его. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. И, конечно же, писать что-то приятное в комментариях. Всем спасибо. Пока-пока.